батрачить на пана поехал заработал шесть с половиной тысяч евро 300 евро за глаза тысячи километров что ты за сутки не пройдешь и полсуток еще полтысячи я говорю а спать когда я не хочу играть в эту лотерею заработаю за месяц денег или нет а здесь я получается и шачу я здесь и шаг друзья всем привет вы на канале мир гео life и сегодня у нас будет такой ролик разговорный мы поговорим о грузоперевозках за рубежом гостях у нас михаил всем привет здравствуйте сколько лет ты уже работаешь ну где-то четыре с половиной года это чисто за бугром по европе не выезжая с европы на россию а в целом сколько у тебя стаж на больших грузах для стоны мне 53 сейчас будет 54 года то есть 49 лет я решил что-то новое в жизни начать выучил язык уехал за границу слушай ну круто респект респект и очень хорошо выглядишь кстати надо заметить спасибо да давай человек поставим но ты работал ведь начнем немножко поговорим о том что ты ведь пришел к этому постепенно да именно к тому чтобы ездить за бугор да что ты даже и насколько мы с тобой общались я знаю ты покорял и тундру да 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 ну так вот скажи немножко так получилось в 2001 году я приехал нижегородские земли по причине смены климата для ребенка работал таксистом работал на заводе работал кем только не работал работал управляющим на азэс много чего интересного было потом на севере дальнебойщиков на маршруте на ринмар питер 1000 километров зимников и 2000 километров уже нормальной дороги то есть там был камаз батыр с рефом за ним полуприцеп термос и возили на ринмар привет городу очень хороший он город своеобразные люди со всего бывшего союза ну и таким образом я отработал там три года когда ушел оттуда что-то поменять жизни предложили поработать на строительстве нефтепровода восточная сибирь тихий океан стройка закончилась мы доехали до владивостока там проработали целый год в частности там я таскал тяжелую технику на трали очередная стройка закончилась вышла предложили мне а не хочешь ли ты попробовать свои силы за границей разговорный польский мы тебя пристроим вдарился я в эту тему замутку нашел какие-то бесплатные курсы месяц я потарахтел на этих курсах ну в общем и уехал туда ничего ничего не не знаю ничего не понимая кто я где я и и получилось что в общем доехал огромные ворота брамы по-польски и получается ну чё там пашка по шкребу что ли звоночек нажал никого вот стоял стоял у ворот бах ворота чудесным образом открылись заезжаю бегут поляки что-то увидели мои российские номера сразу такие вопросы а то есть михал взросли так 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 то есть ты язык в процессе очень вообще вопрос сразу например ну я к тебе обращалась тогда когда я выезжал в беларуси да кстати так с михаил мы познакомились собственно говоря и было страшно даже несмотря что беларуси но все вроде по-русски говорят все окей но все равно другая страна а ты вообще получается ехал работать по другим странам не стране а страну да и уже все-таки возраст что как-то что-то новое начинать многие многие в 30 лет боятся вообще что-то новое начинать а ты уже ну все-таки там а я уже был большой день да 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 взрослый дядька этот раз вот так вот было ли страшно вообще что ты там потеряешься или там я не знаю что-то там штрафов каких-то нахватаешь тушняшка страх был что я вот заеду на территорию беларуси меня сразу остановит транспортник сразу меня там за тахограф сразу там зато за 5 до 10 я приеду с кучей штрафов и все она моя за границей на этом кончится страх был именно вот как вот ехать туда страха не было никакого совершенно наборула не было был шок когда проходил границу и польские таможенники эти пограничники там и этот этот присутствует они пытаются сразу говорить с тобой он на польском то есть я были меньше то есть и я думал задают мне вопросы на польском но впоследствии узнал что если ты не знаешь польского они также чудесным образом переходят на русский а то есть они знают они знают этот язык это никак не пугает и все я этого не знал в штырила и когда я уже прошел границу я понял что я общался на польском с поляком это был мой первый иностранец которую встретил я конкретно общался с ним на польском это меня как бы даже поразило немножко я уж с поляками умею разговаривать на естественно не пропаду с транспортниками сложно вообще других странах вот например там ты куда в италию там приехал там же не вряд ли кто-то вообще на штраф попадал на штраф естественно попадал за сколько штраф самый большой штраф платил я в австрии стрельнула камера мне в задницу ограничение было 80 я ехал 93 за это пришел штраф 128 евро сразу вопрос соотношение штрафов и ставок вот у нас допустим штраф это многие жалуются что штрафы большие но смотря на что то есть у нас везде камеры везде 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 камеры да ну и небольшие штрафы там грубо говоря там 500 соответственно по скидке там 250 рублей платишь вроде как соотношение такое по сравнению с ставками но не очень большое скажем так да и в то же время платон да вот у нас есть оплата дорог и оплата там и транспортный налог при этом и отдельно платные дороги мы платим я знаю что в европе еще больше вот вот этой всей темы в европе немножко то есть штрафы те которые привозят водитель платит водитель нарушения нет этих зазоров как у нас плюс 20 километров в час висит ограничение 50 вы лучше ехать 47 будь добр не не надо там там три процента нарушения то есть будет ограничение 100 можешь ехать 103 километра то есть зачем перегибать палку а вдруг прибор не так сработает этого достаточно а сорта оба то были какие-то с режимом ртон ну ты сама это проходила под моим руководством то есть интуитивно очень многое понятно то есть тахограф пишет тахограф рассказывает таха как я тебе объяснял к чему эти тоже вел это нам не враг это друг потому что вот эти вот наши в перевозках когда тебе там какие-то нехорошие люди всю ночь грузят ты катаешься по рцшки туда-сюда тоже выспался а потом хватаем это мешки вокзал отходит и не дай бог опоздаешь ну зачем это ты же ты же выспался ты там же выспался ты же отдохнул большой плюс европе то что указами европарламента запрещено производить оплату водителя от километра от колеса так сказать то есть водитель если будет к этому привязан он будет нарушать таха по-любому у него ответственность перед семьей перед собой перед банками то есть хочешь не хочешь если вот таким образом ты день простоял не было загрузки а день это рабочий водитель должен заработать он будет нарушать европе очень большие штрафы за таха ну плюс все сделано к тому что нам платят за день оплата неважно загрузили тебя не загрузили национальный праздник запрещено ехать ты получишь все равно свою определенную сумму на которую ты договорился с компанией вот это большой плюс то есть нервы целее но опять тебя же также спрашивают за отработанные километры чтобы ты по максимуму мог сделать в режимах определенного времени делаем больше скажу так 550 километров у нас считается это одна загрузка одна выгрузка в день и 550 километров проходишь проходишь это нормально то есть ты на загрузке можешь потерять пару часов может три часа также ничем не лучше чем у нас что-то сломалось нет продукции там сломался кар там штаблер там в общем перерыв там у них это все строго ну в этом большой плюс но это должно же идти от работодателя и от правительства ну то есть это не водители как говорят водители мы вот там 1200 проходим все круто ну такая избитая тема в россии тоже самое ездил так же самое проходил и какие-то даже очень хорошие суммы зарабатывал сопоставимые даже зарплаты в европе но чего это мне стоило это когда водитель сидит и сутками рулит а потом выходят не только у меня одного а ноги то пуши нет кровоснабжение и все и когда ты подъезжаешь на стоянку у обочины всякое бывает паркинги забиты когда ты едешь там да там до пол первого ночи ты просто туда перелез и вырубился ну так это же опять же таки не отводители же должно идти все таки это все не когда начнут груза отправителей и груза транспортников кто что лучше в европе в россии присутствует штраф за опоздание на точку ты это знаешь конечно ты не берешь такие заказы крупные переводчики российские в том числе эти компании где я работал при волже транс привет то кстати в приволже 8 рублей с километра по 8 там же запрещено с километра они с километра 8 рублей им закон не писано они не граждане евросоюза как ты к этому относишься никак я не отношусь привозе транс хорошая компания хорошие механики там не нравились которыми общался вы с руководством и все но сама политика загоняет кто кто-то там придумал так что водитель должен получать от расхода топлива но никак не привязан к тонн на километров полный бред это как карты играешь загрузили 20 тонн водки значит ты ничего не получишь за трейс а на урале кочережкой на двигаешься а я извините там перевалки но есть как какие никакие то есть это неправильно тонна километры должно быть то есть если работает россия в таких условиях никого не призываю туда бежать там ребята пошли все туда и все там заработаем денег нет там тоже не сахар и не мед ну привыкаешь плюс и минус несомненно как везде как в любой даже российской компании за воротами вроде как бы лучше но на деле разобраться то же самое получается такой вопрос вот раз уж мы заговорили да о европе если девушки наши за европе дофига девушек за рулем и вот если встречаются ли девушки женщины ну-ка это безусловно у нас до сих пор я еду у нас некоторые такого очень очень много очень много встречал во франции прямо бабушка с дедушкой и причем думаю чё тут это бабушка с дедушкой надо на погрузке пошли в душ ну думаю откуда они взялись кто это люди что но последствии когда я в очереди стоял на загрузку выхожу это бабушка с дедушкой выходят с душа воде бабулечка до бабулечка годика в 65 садится за руль шикарного топового евро шестого дава и давай это загонять его под рампу и все на погрузочку то же самое ну то есть там нет такого вот это женское это мужское есть есть приехал выгружаться и смотрю там девушка такая симпатична ну правда там эти там серьги в носу у нее там или как эти колечки до пирсинг да сделан вот симпатично такая живая девчонка подъехала там на бочках работают и ну поздоровались туда-сюда и этот мне сказал вот девчонка кстати где-то наверное твоего возраста тоже не сразу она пришла к этому профессии вот я горит все всячески щемят лишь бы она ушла от этой профессии не твое ну вот молодец держится и в компании в компании коллеги водители даже попадаются что куда ты все и логисты там похуже рейсы и подгоняют чтобы она немножко одумалась и вернулась в основном такого нет нет работают все на них даже так внимание не обращают допустим ты здесь ездишь ты как-то все равно на виду не обращать там это никому пофиг то же самое у нас любимая забава вечером на паркинг и те же самые женщины выходят там помочь запарковаться чтобы ты там кого-то не зацепил и все в этом все попроще все попроще там вообще вот этот половой признак гендерный он как бы не играет роли особой хочешь работать работой ну ты вот как к этому относишься человек который там как меня мне постоянно отправляют куда-то вот в тайгу в тундру камаз ремонтировать минус 30 кстати был такой опыт капиталка двигателя у нас очень любят комментариях минус 30 вот это жил жил неделю в тундре меня заметала прямо жил с проблемами с машиной но у меня было не с двигателем у меня были проблемы с ходовой у меня там ступица ну потихоньку там что-то разобрал с людьми передал и короче прислали мне запчасть да нету в общем неделю я жил нет это все нормально девушки женщины а если приходит экстремальная ситуация там ты получается все равно будет помощь мужик ты женщина неважно все равно придут он были у меня ситуации в моей практике стоял и жил на обочине со стукнутым мотором и также мне вот уже на второй на третий день начали местное население обращать внимание и поехала еда и останавливались даже алкоголь мне там привозили и все но человек живет в лесу на сломанном автомобиле в людях хорошая ума истребить на помощь истребить не у нас не за границей меня же тоже когда пугали туда уезжал не гра зачем ты едешь меня друзья отговаривали ты едешь и куда в логово врага поляки нас исторически не любят это когда вот и в европу да 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 те исторически не любят с литвой тоже да ты чё да те там говнить начнут и конкретно за все эти годы я видел наверное одного человека который просто как-то вот так у меня табличка на стекле города ездит там россия 52 и он так что-то так презрительно посмотрел и пошагал а так в основном даже с интересом приходят и украинцы и так приобрел друга общаемся буквально до сих пор в разных компаниях работаем париж вместе посещали его заинтересовало как я вот тут вдруг русский и на польской фирме то есть вот это людям интересно если ты открыт душой тебе рады везде даже на северном полюсе нигде ты не пропадешь и неважно девушка ты девушки еще больше помогут то есть без всяких там злых штучек там вот с чем-то за это надо расплачиваться народ у нас гораздо более хороший в комментариях бывает но в комментариях что комментариях там тоже не всегда все люди адекватные кто-то сидит в этот момент попивает пивко и что у нее что у нее случилось за день тоже непонятно совершенно верно чему он там озлоблены сегодня такой вопрос меня прошлый ролик был который набрал но очень много просмотров про воровство мне писали что это все я с этим слава богу не сталкивалась то есть я за всю свою карьеру один раз у меня чуть было не слили солярку и расковыряли замок но внутрь не попали то есть это вот все чем я сталкивался лярку не слили баки были закрыты видимо их спугнули остались только канистры около бак большие вообще ты конкретно сталкивался в россии или за рубежом сталкивался ли с воровством с мародерами с бандитами может быть в европе ты с кем-то общался или кто-то сталкивался ну там из твоих знакомых вообще вот как-то это было в твоей рабочей карьере насчет кражи солярки она там дороже получает евро 36 евро 3 самое дорогое евро 41 во франции мы не заправляемся там и за руб 50 заваливает и дальше естественно солярку охотятся срывали мне было в голландии пробку но солярка осталось не удалось и слить там защитная сетка была два месяца назад мне порезали в бельгии на новеньком на новеньком прицепе прямо порезали тент что заискали там смотря ну да а что вообще на что охотиться зачем охотятся смотря что ты везешь то есть при дорогих перевозках нам все равно рекомендуется останавливаться на платных стоянках автохов к сведению автохов стоит где-то в районе 10 евро может и 15 стоит может и 5 самый такой вшивенький то есть аналог нашей охраняемой стоянки где камеры где все камеры есть и не на охраняемых там полиция приедет также все это будет и они не охраняемые стоянки по состоянию гораздо лучше чем охраняемые наши занимаются в основном воровством вот это пришлый народ арабы ливийцы там в общем ну кому жизнь ищут они никто не позарится там на твои там стяжки ремни там все это все это оборудована смогут они пустить сказка гуляет как здесь у нас так и там там постоянно есть какой-то пострадавший кому пустили газ он вышел разбираться и воткнули ножом и в общем этих историй я когда еще по россии ездил слышал и там слышу и многие напуганы стягивают аж ремнями обе двери да да причем специальные замки то есть получается что в европе самое плохое что с тобой может случиться это там слиют солярку может быть запаски украдут там что-то такое но с человеком как правило ничего никто не делает там тебе газ не пустят ножом не пырнут вообще рекомендую на если как сразу объясняется водителю если водитель обнаружил что тебя грабят звание в полицию ни в коем случае не вступать не в контакт нет ничего то есть груз это груз люди это люди то есть грабят и хер с ним пусть грабит это не твой инструкция такая инструкция такая официально все то есть до сливают у сания солярку бог с ними пусть сливают по поводу запасок я так понимаю что они не всегда даже есть не запаска как бы на больших моих автомобилях запаски отсутствуют как класс вообще да нет ни на прицепе нету не на тягачи а что происходит соответственно если а если что-то происходит позвонить шефу все решат там логист все решат приедет помощь спасут если есть возможность дотянуть до паркинга дотягиваешь до паркинга за замену колеса шеф платил 50 евро то есть если ты не вызываешь помощь спасения сделаешь те кроме зарплаты тебе благодарность 50 а это разрешено если ты там на проезжей части сам занимаешься на проезжей части ты можешь на автобаме помешает поменять колесо без вызова полиции как я слышал и не сталкивался сам но полиция должна присутствовать приехать и тебя огородить конусами то есть безопасность там прямо несколько машин приедет а что выберешь или ты поменяешь или приедет служба спасения то есть в этом случае неважно девушка ты или ты или мужчина то есть колесо тебе поменяют твое дело рулить но тоже вопрос сталкиваюсь очень часто зимой когда вот все заметет запорошат база многие не чищены ты приезжаешь там тонешь по колено это естественности сразу убегают это их не их дело крайних нету крайне единственный водитель в европе потому что бывает снег если машина не может подъехать из этого никто не делает там трагедии то есть будут либо делать либо попытались там не смогло будут что-то предпринимать то есть то и неважно получается то есть у нас не говорят это водитель виноват он заехать не может не одно что такое было такое что там там хорошо дунуло там и морозы до 21 градуса в германии было вплоть того что ребята не могли со стоянок утром выехать все заблокировано куда ехать и не просто жили на ставки не растут то есть ставки были как вот я ездила там шестнадцатом году они вообще нисколько не изменились такие есть а топливо у нас растет платон там растет ну и так далее это вот скулеж весь стандартный европе вот это как-то все-таки регулируется ножки ставки есть или как вот эта вся система только вот ну тахограф карту то зарплата пошла на данный момент мы ездим за 65 евро чистых безо всяких подстав но у нас ни за что не высчитывают то есть на литовских фирмах ребята ездят и по 70 у них есть ставки но в результате много топлива спалил лишних километров проехал и дай бог если те же 65 получится только с вымотанными нервами то есть едешь стоишь совершенно совершенно не важно карта работает и не моя вина что меня не загрузили не моя вина что национальные праздники ехать нельзя не моя вина что я в кабине живу выходной а вот смотри вопрос теперь я не знаю как вот ты располагаешь этими сведениями или нет с точки зрения работы дателя то есть у него то какая-то ставка идет или он просто покупает катка ну то есть он участвует в торгах то есть как он все мэра мы работаем безо всякой эти безо всего фирма прикручена к немецкой экспедиции немецкий логист все решает то есть пустой я еду груженые там три тонны веса то есть совершенно не важно это головная боль немца конкретно сколько стоит перевозки для немца сколько немец на этом зарабатывает а то хозяин с ним заключает договор он будет ехать по этой ставке все там есть вот именно монополизации то есть у нас сейчас идет все к тому что большие компании больше 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 раздувают парк столкнулись с тем что уже там водителей нету нехватка частников пытаются поджать под себя то есть сделать из них наемников вот в европе есть такая вот тема вообще актуальна это или там нет мама там также есть эти крупные фирмы крупные фирмы перевозчиков в основном литовские польские венгерские румынские то есть вот они но они как-то на рынок никак не влияют те же самые крупные фирмы работаю стежи с теми же самыми экспедициями никто там никого не выталкивает вот у нас я думаю вот те же крупные фирмы получается так типа но не хотят те ехать а мои дураки поедут не хотят мои как в том же при волжье было мне полтора суток полторы тысячи километров есть все ну что вроде кажется нормально да и причем 100 строго по времени игры чё говорит логист мне тысячи километров что ты за сутки не пройдешь игру но пройдут еще и полсуток еще полтысячи я говорю а спать когда а это никого не волнует то есть мне всего полторы до значит они за не не спавший должен полторы тысячи и ведь ездили и все зачем и вот получается за счет того что кто делает ставки в россии россии делают ставки вот это вот конкуренция типа как угадай мелодию а я угадаю за 7 но то я за 6 а я за 3 угадывай все так же а я увезу за 7 рублей а я за 3 визе то же самое все а сколько он даст денег крупный перевозчик своему водителю ему вообще не важно он показывает одной рукой пряник вот смотри вот за этот пряник ты должен бежать как ему старая лошадь но потом извини у тебя расход большой извини у тебя то извини это и водитель не зарабатывает и вот к чему получается почему я ушел туда и не хочу даже сейчас возвращаться я знаю что-то придется вернуться и и наших там все больше становится потому что я не хочу играть в эту лотерею заработаю за месяц денег или нет вот последний раз я силы были выехал я отработал сто дней ну получается заработал шесть с половиной тысяч евро то есть у кого под рукой калькулятор ребята могут посчитать сколько это денег получилось сколько я прожил ну ребята за месяц выходит 300 евро за глаза это выпивая немножко пивка питаясь не как собака то есть немецкие магазины польские магазины гораздо дешевле наших есть бренды товары где ты можешь питаться гораздо дороже там и более качественно таки у нас этот брендовый там раздел представлен в каждом супермаркете но 300 евро повторяю это за глаза даже какую-то там еще там сувенир там все футболочку купишь еще и еще что то то есть 300 евро ну шесть с половиной заработал пусть я и стратил тысячу евро ну вот мой доход в российской транспортной компании я бы этих денег не заработал вот ни за что как бы тут не кричали там еще что-то бы случилось по поводу патриотизма хочу сказать ну когда я уезжал мне механики в моей же фирме сказали что батрачить на пана поехал а здесь я получается и шачу я здесь и шаг таки мне будет лучше за мелкие деньги как в крупной же компании в российской объясняю что денег нет но вы держитесь но парк растет 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 раздувается машин больше больше а ему все невыгодно горе патриотом кто будет писать там в этих в комментариях там жопу лежит или еще что-то ребята лежите тут на здоровье никого не зову есть шанс поработать там есть шанс поработать здесь праздника не будет не там праздника не будет не здесь праздник будет когда больше работать работой работой работает вообще не жалеешь там что выбрал эту профессию что и посвятил всю свою жизнь так получилось ну может быть есть какие-то сожаления или нет если можно было вернуться и переиграть переиграть да наверное не знаю я еще в школе знал что буду рулить у меня отец рулил свое время как бы осознанный выбор получается что деньги везде надо зарабатывать что здесь что там сахара не будет нигде никто не мед на тарелочке не принесет это несомненно встречался и с бывшими нашими соотечественниками уехавшими с германию которые там по 20-25 лет да здесь в россии все душевнее здесь проще здесь но работать надо везде и также и немцы чтобы заработать копеечку должны как лошади и пенсия у них и плюсов тут много у нас же там тоже кроме хороших дорог здесь ты надо те закупки сделать подъехал он пятерочки аварийку включил побежал накупил набрал германии такой трюк будет 100 евро стоит а ну то есть сразу полиции то есть закупы все делаются выходной на уикенд стал если где-то на неделе не попал около магазина выгрузка и пошел два три четыре километра до этого магазина закупаешь там что тебе надо на недельку и волокешь эти сумки как конь а вот вспомнила тоже когда училась на международника когда у тебя длительный уикенд там двое суток получается ты стоишь что ты обязан все таки жить в гостинице что ты проверяешь предъявляет когда транспортники за чек и за это есть конские штрафы прямо при отдыхе 45 часов ты должен находиться в гостинице то есть у вас оплачивается гостиница стоит денег нет наши переводы эти хозяева на это не идут ну как бы то же самое заставляет вытер вы дергивать карту где ты там был где там что кому-то присылают электронный чек как будто ты был в гостинице кому что но у нас свой страх и риск кто-то демонстративно не достает какие-то литовские фирмы есть просто не стоят потому что нарушение если ты не сделал 45 часов отдыха она стоит сто восемьдесят евро вот штраф за нахождение в кабине идет от 750 до четырех с половиной тысяч евро а у меня челюсть так бам 750 то есть у меня приятель попадал на контроле во франции там весь секрет ты должен если длинную паузу ты отстоял часиков пять чтоб уже свалил со стоянки свалил нет облавы производится на стоянки с утра также сама что-то там случается с автомобилем ну ремонт как бы не приветствуется совершенным водителем конечно хозяева лучше там сделали но меняли подушки на прицепах ну достаточно частная это такая причина там привозили подушку типа водитель сменит но за это как бы дополнительно шеф доплачивать а ну то есть за ремонтные да тоже ему жалейки вам и ждали а ему тоже сколько дашь сам сменишь а сколько дождь денег кроме зарплаты это оплачивать никак как у нас здесь все это галочки водителя что я работал было такое шиномонтаж есть здесь по россии на шиномонтаж доехал но колесо сними сам они где заклеют ну ты сам сними по за это чтобы не платить за снять установку какие-то там 300 рублей или сколько это стоит но экономят даже на этом но о чем там говорить плюс плюс наши перевозчики это вот я тут ездил тут прошлом году пока проблемы с визой было ездил в своей компании конек горбунок этот камаз 5490 ну о чем говорят человека запихивают в эту маленькую кабинку чтобы он там работал как конь сейчас вещи от всех пересаживают на европы наоборот старается как-то зазвать водителей они все лучше лучше машины красивее чтоб ты и так хорошо и так ты сделал и поехал все вот так что как как те может фирма платить хорошие деньги если она те изначально покупает будку для собаки а вот тем кто собирается ехать за бугор что-то в общем можем пожелать стоит не стоит макать могу пожелать только что ребята верти в свои силы не верьте что вас кто-то там будет обижать вам наоборот всячески помогут приехал ничего не знаю не бойтесь учить язык что вас кто-то ничего то не поймет и какое-то не такое произношение главное ребята кто хочет кто хочет чтоб не боялись чтоб ехали верили в себя и не думали что там кто-то будет плохо относиться и не поможет как-то поможет расскажет покажет еще новых друзей приобретете ну друзья вот такая вот у нас беседа получилась михаил в общем тебе могу пожелать удачи чтобы все получалось и больше языков по-польски же знаешь да получается по-польски немецкий литовский нет литовский не знаю это сложно английский там программе школе что-то говорили когда тиска скажут там 25 рампа там значит 25 рампа поехали понятно в общем всего те самого наилучшего так сказать дальнейшего продвижения успехов во всех начинаниях ребята я вернусь я просто я хотел попробовать я попробовал то есть ничего страшного и так же самое вернусь и ничего меня там совесть не гложет что я где-то там на кого-то потрачу и с удовольствием и сам всем помогаю и мне также помогали так что ехать верить себя и желание ну естественно и заработать и и мир посмотреть который тоже не так все просто ну да я может быть даже когда-нибудь когда-нибудь уже выберусь но на этом мы с вами прощаемся ставьте лайки подписывайтесь на канал удачи вам на дорогах всем пока